Перед Новым годом излюбленное место зимнего отдыха россиян обрадовало путешественников. Таиланд готов принимать наших туристов с QR-кодом о вакцинации спутником V. Плюсом ко всему этому необходимо будет сдать ПЦР-тест перед вылетом за 72 часа и по прилету в аэропорту один тест и еще через 6-7 дней на отдыхе еще один тест. При этом каждый из тестов в Таиланде стоит больше 70 долларов. Кроме этого за 7 дней до вылета нужно получить местный QR-код, так называемый Тайпас. Таким образом с учетом всех собранных документов отдых в королевстве обойдется в 60 тысяч рублей за неделю на одного человека. Куда более лояльные требования к туристам в Египте. Там и ценник чуть дешевле 25 тысяч на 7 дней за двоих. Условия въезда не такие сложные. То есть нужно всего лишь ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации и вы уже там в Таиланде, в Египте отдыхаете. Еще популярна очень Доминикана, потому что у нас сейчас прямые рейсы из Екатеринбурга в Доминикану и там вообще какая-то зона свободная от ковид, потому что там вообще ничего не нужно. В качестве альтернативы туристы рассматривают Турцию, однако в январе насладиться пляжным отдыхом здесь конечно не удастся. В этот сезон страна позиционирует себя как культурно-познавательный регион. А вот встретить Новый год катаясь по горнолыжным трассам Швейцарии или Андоры вряд ли получится. Практически вся Европа закрыта для россиян. Впрочем, заснеженный склон есть и на наших курортах. Кстати, по сообщению одного из сервисов по бронированию жилья, жители страны на праздники уже зарезервировали. Там 25 процентов предлагаемых домов и квартир. Инна Левошина, Вячеслав Ватутин, Владислав Шишмаренков, Урал-1.